Вот эти леса туда перенесем. На отмазки будем снимать. Друзьяки, всем привет! Значит, сейчас готовимся снимать опалубку на сарай. Сейчас покажем, что мы там сделали и также покажу джебжики. С джебжиками уже, наверное, днем в 70 от рождения, где-то так. Начнем с этого угла и бочку, наверное, какую-то надо. А мы ее там внутри поставим. Вон помост из лесов. Давай ее вот сюда, под окном стоит. У нас еще же подходит сейчас уборка пшеницы и хотим тоже купить пшеницу и тоже будем готовить виметать ангар, убирать оттуда станки. Зацепляй там за зубчик. Ага. Есть? Да. Сейчас. Вот так. Вот. Сейчас будем листи. подкручивать все внутренние части. На всех шпильках гайки, шайбы, все. Саня подкручивать. И сейчас будем пробовать снимать. Чего так долго не снимали? Бо над векнами почти два метра прольет, получается, залито было. Ну, как бы Руссам сказал сильно, а не спеши, чтобы ни где ничего, ни трещины, ничего не было. Хай хорошо схватиться, а тогда только снимайте. И вот сейчас снимем, покажу, как оно все выходит именно по, как перемычка. И также, что мы внутри сделали. Вика, моя супруга, помазала все стены изнутри клеем, клей для плитки. Просто размешивали клей и наносила шпателем, как могла. Понятно, что без маяков, понятно, что все, ну, грубо говоря, просто по стенам, но замазала все швы, помазала все, где какие были ямки. Понятно, что не ревно, но нам для верхней части, для побелки, нижней части для покраски. Потом следующий этап будем грунтовать стены и потом уже верх белить, не скрасить. Наверное, так. Ну, а там будем дивиться. И также, ну и что, будем готовиться до крыши потихоньку. По брусу посчитал уже, сколько надо. Шальовки, вот это же разберем, посчитаю, сколько у нас штук всего шальовины, сколько мне еще надо докупить. И также посчитаю, какая будет крыша, длина и закажу профлист на крышу. Ну, это такие планы. Потом утеплитель надо заказать на средней части, средний утеплитель и ОСБ. Ну, это все будет. Потому что тут кто его знает. Такой момент подошел, что надо и сейчас уже за пшеницу, на пшеницу гроши собрать, и сюда вкидывать в стройку. И не знаешь, за что хватать. Ну, у меня же поросята, получается, проводил я насчет поросят Машкиных. Машка у нас нема уже, ее не стало, поэтому я уже тут, как бы, не сильно так спешу. Тоже я хотел их сюда, этих поросят первых. Ну, а так, трошки оттягивается, время теперь есть. Ну, то есть, будем делать сами, судя по всему крышу, сами, как можем. Ну, а так вот потихоньку уже делается, уже внутри, можно сказать, поштукатурило. И сегодня привезут, дай Бог, бочку кубовую, Еврокуб, чтобы ее сюда сразу затянуть перед крышей, потому что потом никак ее сюда не затянем. Чтобы Еврокуб я сделаю площадку для него, ну, то уже таке. То уже будет потом следующая история. Сергеевич, Александр Сергеевич. Я уже пригласил по отчеству. То, пожалуйста. Александр Сергеевич приходит и крутится, короче, постоянно что-то с ним делаем. Пошли, покажу поросят, и потом будем снимать опалубки. Саня, наготов пока шуруповерт на батареях, бо тут тоже надо. И походи вот так внутрь, там по пленке внизу прикручені эти. У стенку прям, выкручу их. Уси оцей отмазки, что они заливали, вот так мы ось все позасыпали. И с этой стороны так само. Ну и та сторона. Все, работа четко, все. И еще добавим потом песка. Ну, то уже будет потом. Ну, дивиться моим, получается, жевжикам уже больше 60 дней. Ну, дней в 70 уже. От рождения. Вы их давно не бачите. А ну давай, пище, пище, пище. Проходьте. И шо я хочу вам сказать, яке у меня наблюдение по цьому сараю. Лито, жара. Запаха особо немає в сараї. То есть, воні в сараї немає. Навоз під низом, навоз на ямах. Воні особо немає. И мух тоже. Я тут, ну, ось, открыто на все же двери. И сказать, что тут мух прям, багато, не скажешь. Мух тоже особо немає. Не знаю, чого. Мы тут ничего не делали, только вот ленточки 4 штуки вверху повесили и все. Надо их поменять. У тюльпана більше мух, чем отута. Я не знаю, чого так. Ну, ось, друзья, поросятам 70 днів от рождения. Оце такі. Всі вони їдять. Сейчас стартовий корм. Всі перейшли. Тоді ото ми помучились, були трошки в них поноси. Ну, а так, ото як перейшли, яму пройшли и все. И ось вони їдять стартовий корм. Насыпаем їм утром, насыпаем їм вечером. О, я как раз здесь наповнив, что надо поївку поднять трошки. А, ну, достаете вы так? А, достают, ага. И там выше поднять. Ну, смотрите, какие. 70 днів. Ну, не знаю, ось такий, як у той рыжей, я не знаю, за килограм. Килограм 45, наверное. Есть чуть меньше. Он, как там вот стоїть. Ну, как, он не поганый, просто до всех он чуть меньше. И вот, видите, они какают. Ось. И тут аж потом сейчас начнут ходить и туда затолкают его. И все. И получается постоянно чистота на щелях. Ось. Что такое щельовый пол? Постоянно чисто. Вони мне, как я их тогда первые дни прокалювал, раз за три, они меня это боятся после того. И я ж сюда редко так, чтобы я зайшел, как сейчас видео это снимаю, зайшел и рассказываю. Это редко так бывает. Я просто им зайшел, насыпал даже на них, не смотрю, смотрелся, поелки не точут, все нормально и пішел. И так, ну, я замечаю реально каждый день, что они ростут. Ну, вот сколько в этом, в этом весе? Ну, килограмм 50, наверное, да? Килограмм 50 у того рыжего, если не больше. Боятся, да, бо я их колол, я же их ловил по одному, намечал и прокалювал, и они меня запугнили и боятся, не любят, да? Ну, я думаю, привыкнуть. Повнити мы запускали, их была маленькая, они сбивались с кучкой, мало, ну, типа, казалось, сарай таких здоровый, а их мало. А сейчас уже, вот, начинают рости, то видно, что сарай стает им меньше и меньше. Сейчас еще месяца два пройду, вообще будут тут, а коврому лежать, место почти не поделилось, який этот. А где наш хрячок, я не знаю, одного хряка забрали на племя, а одного же я оставил в собі, не знаю, где он тут. Вот свинка, диви, какая хорошая. А где хрячок, я даже и не знаю. Ну, и так само набираем воду, раз, ну, сейчас у два дня набираем, а потом позже подростуть, будем каждый день набирать. Набираем воду и все, и насыпаем корм. А где хрячок, я не знаю. Кусают больно, воно в них. Это им получается, уже пошел третий месяц от рождения. Два месяца, там и десять днів. Третий месяц пошел. Ну, хорошо идуть. Дивлюсь, вроде бы непогано. Дай Бог, хай растуть, чтобы все было хорошо. Какашечками ходят хорошими, густими, дивлюсь, все нормально. И затаптывают. Вот это, что такое, щелевый пол. Особо ничего не делаешь, я имею в виду по уборке, только контролируешь, дивишься, и чтобы был корм, и чтобы была вода, и все. И так само же работа очень хорошо вытяжка. Вытяжка просто, шахта вверх, два метра, и вот вытяжка, работа, и вот этот потолок, вот такой, и с вытяжкой работают, что тут нет душегубки. Ну, вот я сейчас стою, тут реально прохладно, в сарае, хорошо. А был бы ревный потолок, как был тут колыс, то, конечно, тут бы была душегубка, я думаю. А так, из-за того, что оно вот так, все пирамидкой, и оно все туда уходит. Я же в новом сарае, на щелях, там, хочу сделать крышу вот такого самого метода. Вот так само сделать внутри, так само в каждой клетке, там будет натрек, отделение, в каждом отделении, чтобы обязательно была вытяжка. Ну, а так, здоровенький, хороший, вот лежит такой, ось, диви, чи це свинка, гляньте, який хороший. Может, це хрячок? Не, ну, то не хрячок, то кабанчик, но не хрячок. И ты бачишь, все постоянно валять, валять и валять, да? Ось, тут пока мы находимся, сколько, это после них убирать, я даже не знаю, сколько сейчас бы чистить, а так после всех. Ну, друзья, так, пошли дальше, я вам покажу. Не будем их тревожить, бо тоже зашли, они тут отдыхали, а мы зашли. и, как вы видите, что мне писали, я уже сказал, писали, что ходят оттуда. Они ходят оттуда, когда очень маленькие, когда только после отъема. Как уже прошел отъем, и они привыкли тут, все, они тут лежат у меня, кто в них главный оттуда, и все, и ходят, ну и все, и ходят в тот угол. Ну, даже где бы они ни ходили, они его затапчают, и получается хорошо. Качать мы еще не качали, потому что рано, как наберется, потом скажу, что будем качать. Короче, а так непогано, конечно, ось, и сделали вот мосточку, чтобы вода сюда не подходила, осень, зима, ну, удобно. Вот шлангу тут, это кто так первый раз, дивится, шлангу распустил, бак набрал, и насыпал. Они лягают, кто где хочет, ну, то есть, им комфортно, тут не жарко, отлично. И я же вам говорю, вот дивится, просто пример, мух тута нема, я не знаю, чего открыто, а вот дивится, одна, один тюльпан, и сколько мух. Вот дивится тюльпан, вот сколько мух, вот что воно так, мы тут айвишаемы ци же глипучки и все. Тюльпан, один, единственный, ну, убираем в него, в него даже ось навоза, не где, нема, а мух багато. А на щелях мух нема, от я не пойму, чого, от реально, от чого тута мух море. Ось, дай тюльпан, оцей он царапается, вот эту арматурину, чухается и царапает. Это еще и комарей вот покусали, тюльпанчик. Ого, поднялся, малый барбос. Ну что, скоро уже ему будет 12 месяцев, 30 вересня, ну, еще два месяца с половиной. Будет 300, чи не? Ну что, 250 он естся, явно уже, да, 250. И вот, бачите, чого отак виходит? Откритие двери тута, открытое векно полностью туда на щелевий. Они тут на трубе сидят, но в середине их немае. Отчого так? Вот, бачите, как им комфортно. Кто где попал, ляг, лежать и все, отдыхать. Понайжены, понапивываны, води понапивались, понаедались, отдыхают. Ага, а то хрячок, да, стоять біля корита. Да, да, вон хрячок, да. Ось, полягали ковриком и все. Шикарно. И вот смотрите, видите, это сказали, ну, неоднократно мне писали, что на щелях это там муха, там внизу, это там этот. Немае там муха, а тута вот реально муха. И выше им ему, ну, вот же, бачите, приклеивается. Вот он обоцю арматуре, арматуре на высоту метр, и он об ней чухается, и вот это же сам себе разтирает спину. Я думаю, он до ней не достанет, а он как раз об ней и чухается. Да, тюльпан? Ну все, уже отходь, от арматуры, ну отходь, поцарапайся. Ну и хочем же знать все-таки, же интересно, сколько же будет. и этот. Это сарай у меня для маленьких поросят зимой делать отъем. Вот свиноматки забрал, тут отопим, если холодно зимой, и они тут недели, две, три поднимаются, а потом уже будем расселять на щелеви. Ну, то есть надо корм как вот тут, вот щелеви, как вот верхний сарай, туда. Пойдемте дальше. Именно все вы знаете, что Машка у меня уже немае, и я вам хочу показать, как я переробил станок, потому что у Машки было корито, получается, сюда, внутрь, и я, как Машка лягла, ну, как она тут была, я поделился, что все равно станок ей маловатый, ей не хватает и она то на корито сверху положила голову, то туда в угол ссовывала. Я поделился, что надо корито с внутренней части убрать наружу. И так вот сделали таким методом, если она зайшла, мы закрили тут, все закрутили, все хорошо, и вот она тут будет, получается, съести ее корито, а тут поставлю поилку. Я думаю, поилка будет ей нормально. Если вдруг поилке, я поделюсь, как будет поилка в этом месте, то есть гляну. Я так сделал, чтобы мне было удобно насыпать, вот отделение и вот отделение сюда. И так же, если, допустим, не поила, чтобы не закисала, ну, это в них, допустим, после родов, она может не ести день, два, три, чтобы не закисала, а я же насыпаю и убираю потом, чтобы не закисло. И удобно будет сюда залезти, набрать. Это станок для здоровых свиноматок. Вот так получается. А поилка у меня, сейчас я покажу, вот тут, вот, вот, она была раньше вот так, и они пили, а это я хочу попробовать, как будет, допустим, в этом месте, ну, она будет дальше, вот так. я думаю, нормально будет, как захочет. Ну, а там покажу уже сама практика, как оно будет, как заведем ее сюда, понажимаем, как и будет этот. это станок, который мы делаем, увеличенный. Все, мы его уже сделали, подмарафетили. Это обычный станок, который там до 250 кг свиноматка, да даже и больше, чем 250. Свободный, вот стандартный станок, ширина 70 см, ей хватает, дуги, вот эти, что в середину идут, это, чтобы она ровно лягала вниз, а потом перекручивалась, повертала в имя. Цего станка хватает, даже Нюрка у нас последнего поросла, Нюрка больше, чем 250 кг, 300 кг, нормально, не скажешь, что она там мучилась, нормально кормила поросят, все хорошо, Нюрку отпустили на вольный вигул в клетку, а станок забрали вимивать и ремонтировать. Тут у меня в таких станках, у меня поилки таким методом, вот так иду, и все, тут они пьют. А захожу, я уже с боку металл, вот с тем приемным бункером и сделали вот так. И я там еще один хочу так потом в будущем переработить, то ось металл лежит уже на следующее. Ну а так, я думаю, будет шикарно для станка. Само мангар, это же станки хочем ставить, я думаю, сегодня поставим их туда уже за анкерим, тут все, цемент пообираю в уголочок, инструмент пообираю сюда наверх, поддоны из шикарно-блока тоже. Можно было поддоны сдать, их забирают по 100 грн, если привезешь. Но я не став сдавать, у нас шикарно-блок на них остався, пока мы положили, я их положу, потому что пригодятся куда-то. Что-то привезут, достав поддон из грузов, уже намного будет проще. И тут будем выметать, порядок наводить, все лишнее выносить и ждать, будем уже готовиться до покупки пшеницы. Пшеница, мне желательно обычная фуражка, ну, фуражная пшеница, чтобы дешевше. Брать буду, ну, подивлю, сколько хватает грошей, сколько возьму. То есть, вот так. Так что, кто там будет убирать с поля, ну, там, на дома убирать с поля фуражку. Звоните, я номер оставлю, Стас, я буду убирать тебе пшеница надо, така-то, така-то цена. Бо уже звонят, предлагают, ну, дуже дорого. Я не буду сказать, почему, ну, нам это дорого, нам не надо никакой, там, первый, второй, третий сорт, высший, да, нам простую фуражку, чтобы не было грибка, чтобы не было черного, чтобы не было, чтобы влажность была в пределах нормы. И все. Чтобы мы засыпали, вона лежала, дробила, и все. И не морочили себе голову, и себе, и людям. Так что, кто будет убирать, рядом тут у нас, и не знает, куда идти, звонить, предлагайте, привозьте, выгрузим, висалить у нас в Поросяном, не помню, сколько, 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 на горе, здесь есть. Так что, все будем убирать, и принимать. Ну, а так, вчера приезжал до меня тоже один предприниматель, заходил в ангар, я говорю, на сколько тонн, ну, он говорит, если сюда, аж, ну, аж по сюда, где я стою, то, каже, тонн 200. Ну, 200 тонн нам не надо, нам даже и 100 не надо, меньше половины, и как раз половинку меня займет, чуть, может, меньше. Ну, а тут будет для хохарюшок, всяких, для такого всего. Ну, а потом уже, когда будем брать, уже и постой, по 200 тонн, когда наберем обороты, пока мы маленькие, такое домашнее, мелкое господарство, поэтому у нас не такие уже и объемы. пробуем, глянем, как оно забылось. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Ну просто супер. Смотрите продолжение в следующей серии. В следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Все. И я еще плюс, что мне говорят, что ты слабо укрепил верхнюю шпильку, чтобы просто в бетон сунуть. Это и витянуть нереально. Вона там так схвачена. Бетон же мы сделали дебелый. И я плюс еще и я буду крутить пластину и закручивать туда в сам маурват брус по периметру тоже. И плюс мои шпильки. Пробуем снимать. Пробуем снимать следующий. Пробуем снимать следующий. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Они скрутили получаете их двоих. Не, не, все, я понял. Они скрутили сами. Вот это их скрутили. Вот у нас. Вот, все, хватает. На, забирай. Ложи биле твой. Будем разбирать. Не забывай, что саморезы торчат. А тут шпилька не то, что тут. Шпилька просто, я не знаю, как. Одна из целей. Ну, ось. Что, хорошо. Ну, шифер уже все. То схватило его, то наборко. Ой, за цих, ось, ось, шпильки еще торчат. Я еще поставлю пластину. Закручу сюда гайку. А тут пластину забью в мауорлат брус. И все. Это еще мы сделаем дополнительно, кроме этих шпилек. То есть, никуда оно ничего не динется. Переходим дальше. Ну, вот, получается, полностью сняли. Ось мы их положили. Сейчас будем их разбирать, раскручивать. Достачки перекладывать. И считать, сколько их там у нас есть. Всего в наличии и тут, и там все в ангаре лежит. Сняли полностью по периметру. Ну, снимается более-менее элементарно. Главное, что шпильку открутить и из-за шпильки выкрутить. Все чудно. Все хорошо. Вот так. Получается, такой крепкий сам по себе бетон. Выйшел. Ну, бетон такой же, как и внизу. Такая же самая пропорция. Домашняя М300. Ось так выйшел все внутри. Ось, как я и сказал, что... Где у нас получается самое векно. Тут армопояс набагато товщий. Ось так. Ось так мы обойшлися. С векнами зусим. Это же мне писали, вот сюда прорезай в пиху и уголки. Зачем? Тут вот крепче таке воно все вышло. Ну, отлично. То есть, очень хорошо. Тут, а по веке сказать, хай подомазу, и до этих гребешков оставались. Ну, так само и тут, а ось. Где тут оставались, а эти места подомазувати. Ну, вот так. О чем хорошо армопояс? Вон и все связал полностью по периметру, и явился, грубо говоря, ригелем перемычкой на каждое векно, на каждой двери. И работа, как связывающий элемент верхнего, верхней части стены. Вот так, тут тоже, бачите, ось вон. Стена вверх иде, а тут отовщего, отовщение иде. Ну, такие перемычки просто супер. И писали, что высота дверей. Ну, высота дверей невысока. Ось получается мир. Вот я стою на плитах. И вот мир, вот. Ну, нормально. Это ж плит мне надо туда будать. Вот так, тут вся коробка, аж минус 5 сантиметров. Короб на двери. Ну, а так, вообще, непогано. Все, вот, билачики, гребешки, по-дламывать. Ну, крепко, дуже крепко, так и хорошее. Просто супер. Ну, а так. И теперь нам надо положить верхний брус. Прикручивать на ті, на мои шпильки. Что там я повставлял. Шпильки, кстати, держатся так, что мама не горюй. Там писали, что вытянуть, это их нереально. Вытянуть нереально, что-либо сделать. Я скотчем наматывал. Сейчас скотчем вяжем, чтобы ровненько чистая резьба была в каждой шпильке. Будем насаживать туда. Брус прикручивать и уже на него положить стропильную пару. Стропильная пара будет вот такая. Ну, буквой А. И внутри же так само подшивать потолок, как и на этих щелях. Да, мудохняз с такой крышей. Трошки поморочиться надо. Ось наша пропорция бетона. На нижний армопояс и на верхний армопояс. Вода одне ведро, песок два ведра, цемент одне ведро, щебень три ведра. Марка 300. Ну, она хайне 300, трошки слабейшая. Ну, 250 железная есть домашняя. Все вышло просто идеально. Не дай ничего. И тут же у меня так само шпильки. Тоже крутые пластинки. Ну, это уже. Я тут внутри шпильки оставлю. Может пригодиться, что повесить, какую там лампу, что что. Не буду пока спешить их обрезать. И шо. И вот так. То же хотели там новую тему начать рассказать. То хай уже потом на следующем ролике перенесу не все сразу. Ну, вот. А так. Всім дякую за увагу. И всем всего найкращего. Будьте здоровы. Хвосты вверх. Все вверх. И шоб у вас все было. Все хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok